Привет всем! Слушается дело под номером 919. Аннулирование проклятия и чистка дома. Ну что, начнем со своей истории. Я думаю, те люди, которые уже видели эту чистку, или те, кто еще посмотрят, наверное, придут к такому же мнению, как и я, что Стивен Спилберг нервно курит в сторонке после такой запутанной и сложной истории. Сейчас я с легкостью об этом всем рассказываю. Ну, пропало какое-то стеснение, пропала неуверенность в себе. Моя история началась лет с 18. Где-то после школы я узнала, что у меня достаточно редкое, скажем так, заболевание, которое влияет в дальнейшем на деторождаемость. И, скажем так, детей мне не видеть. И я долго переживала по этому поводу, долго это скрывала от остальных. Ну, время идет, возраст идет, и я думаю, всем уже давно стало очевидно и понятно, что когда там в 30 с чем-то лет, в 36, у тебя за плечами там и какие-то отношения, и уже у тебя муж, с которым ты живешь 8 лет, а результата, так сказать, нет. Конечно, лет с 18 я мучилась таким вопросом, почему жизнь несправедлива, как вообще, что, что я такого натворила, в чем я виновата. И, знаете, конечно, я начала там сразу за все эти годы бегать по бабкам, бегать по каким-то... Ну, это не колдуньи были, а, как сказать... Не знаю, может, что-то вроде гадалок, понимать, что, как, что произошло. Одна мне даже сказала так, как луне не достичь солнца, а солнце луне, то так тебе, ну, это проклятие не снять. В общем, мне говорили, что это родовое проклятие, что, ну, это не снимается. Все, ты как бы будешь с этим жить и жить. Но туда, когда ты задаешь вопрос, очень часто и очень много, все равно ответ придет. Ну, да, скажем так. Ответ пришел мне аж только через 20 лет. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Ответ пришел мне через 20 лет, почему в моей жизни так произошло. И ответ был настолько для меня, так сказать, странным, настолько для меня неожиданным, такого поворота событий я не ожидала. Причина, почему у меня так в жизни получилось, это мой собственный муж, который живет сейчас со мной и с которым у нас хорошее отношение. Вы залезьте, посмотрите. Я думаю, там после половины чистки сначала там чистятся сущности, которые были во мне. Это отдельный вопрос. А дальше там идет наша история с мужем, скажем так, из-за которой так все вышло. Вот. По чистке сущностей. Ладно, вернусь обратно, вернусь еще к той истории насчет этого проклятия, насчет вот этого всего. Ты, когда живешь, ты это в себе ощущаешь. То есть, что ощущала я? Я ощущала, что вот тут вот в душе абсолютная пустота, абсолютная какая-то холод, такое ледяное какое-то чувство. И вроде ты пытаешься в жизни радоваться каким-то мелочам, но нет. Ну, ты отвлекаешься, там, ты работаешь, ты там получаешь профессию, еще что-то там. А внутри-то пустота. И стараешься туда не смотреть. После чистки, конечно, когда все повытаскивали, когда все это мы аннулировали, у меня до сих пор, вот прошло 3-4 дня, у меня болит до сих пор грудная клетка. И, знаете, ощущение такого пошло жара, какого-то теплоты. И для меня это так странно. То есть я все время думала, кстати, в процессе чистки я еще узнала, что у меня оказывается солнечная энергия. Хотя я всегда ощущала холод. Знаете, я думала, что я такая ледяная леди. Ну, как бы вот что-то в этом роде. Оказалось, нет. Оказывается, у меня еще солнечные энергии. Я еще то солнышко, скажем так. И для меня это было странно. И сейчас, знаете, как мое тело, я так понимаю, оно просто привыкает к этим новым энергиям. Для меня это все как-то еще странно, необычно. На физическом плане, кстати, я тоже почувствовала изменения. Многие вопросы ушли, многие какие-то болезненные точки ушли. У меня постоянно были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Там был такой момент, что проклятие мое, оно было прицеплено ко мне как к черным каким-то дискам и прикреплялось к животу. Я постоянно в животе ощущала вот такое, знаете, как тебя проткнули. Вот точка, болевая точка. Постоянно она у меня болела, болела, болела. И я все время думала, может, желчный, может, еще что-то. Думаю, ну почему так точечно? Все время этот вопрос был в голове. Ну, потом я поняла. Скорее всего, были крепления для альпинистов. Ну и, в общем, вот эта вот точечная боль в области живота, третий день ее уже нет. И это так странно. Ты ходишь, прислушиваешься, потому что, знаете, вы как будто ждешь ее. И хопа, а ее нету. Ну и как бы нету, нету, это так странно. Почему нету? Вот. Сейчас начинаю жизнь с чистого листа. Пытаюсь как-то подружиться с тем, что сейчас у меня внутри. Мне стало жить легче, мне стало проще, стало как-то интереснее. У меня появились какие-то новые цели. Не знаю, может быть, я тоже когда-нибудь окажусь там в этой же школе. Что-то уже даже такие мысли у меня проскакивают. А может, так, навеяло, скажем. Вот. Что еще хотела сказать? По чистке сущностей, которые чистили во мне. Мне огромное спасибо, что убрали сущность, которая у меня эмоционально очень сильно выводила из равновесия, потому что очень сильно страдал муж. Все шутки про то, что ты, когда приходишь, смотришь на мужа и думаешь, ну до чего бы еще доцепиться, это все про меня, про мою историю. Просто на ровном месте я срывалась, кричала. Не сильно кричала, больше обижала. Муж терпел. Не всегда терпел, но терпел. Вот. Поэтому тут мне стало легче. Эмоциональный такой раздрайв, он ушел. Далее, что касательно чистки дома. Самое интересное, что все места, где Влад с Верой нашли там какие-то порталы, мы все их чувствовали. Ну, я не знала, что это именно порталы, но я чувствовала, что ты, когда сидишь в этом месте, ну, мы все какие-то дурные лезут, то какое-то, вот знаете, ощущение такое неприятное. Ну, вот-вот-вот что-то не то. И так и оказалось, что потом, конечно, когда почистили квартиру, стало все намного проще, намного легче. И даже вот я заканчиваю работу, раньше я заканчивала работу, и мне хотелось куда-то пойти кофе попить, торговый центр, где-то погулять. И не хотелось идти домой. А сейчас нет. Я понимаю, что я не хочу в никакой торговый центр. Я хочу домой, домой, там уютненько, там так хорошо. Я хочу туда. Далее, кто просмотрел наш блокбастер? Я хочу сказать, кто интересовался, да, там были разные комментарии, как у них в дальнейшем. Все нормально у нас с мужем. Я могу даже сказать, что отношения как-то поменялось. Отношения стали крепче, лучше. Муж как-то стал еще бережнее ко мне относиться. Понятно, что с детьми мы в этой жизни уже вопрос не решим. Я думаю, это уже будет только в другой жизни. Это мы еще все наверстаем. Я уже не беспокоюсь по этому поводу. Просто наслаждаюсь жизнью. Как бы все хорошо. Ну и, конечно, отдельная благодарность Владу и Вере. Вообще всей школе. Всем людям, которые занимаются чем-то подобным. Которые помогают. Ну вот нам таким невидящим, закрытым. Всем. Как-то, понимаете, они дают какой-то ориентир в жизни. Какой-то такой вот свет. Помогают найти какие-то ответы на вопросы. И, конечно, переворачивают твою жизнь с ног на голову. Я думаю, все, кто проходил очистки, это поймут. Все, кто не верит. Все, кто не верят и думают, я такая же была. Абсолютно такая же еще пару лет назад. Как говорится, чего не вижу, в то и не верю. Ну, раз не вижу, значит, этого не существует. Значит, это все ерунда. Нет, ребята. Вы варитесь просто вот вокруг себя и ничего не видите. На самом деле мир настолько многогранен, настолько там всего-много всего интересного, что нужно только начать. Нужно только начать смотреть дальше, чем свой нос, скажем так. Вот. Поэтому большое-большое спасибо Владу Вере. Перевернули жизнь, перевернули мозг. Все, понимаете, абсолютно. Даже очень интересно, как пойдет дальше жизнь, в каком ключе. Какие будут изменения, здоровье им, процветание, побольше им способных учеников, которые будут, так сказать, сеять добро в этом мире. Спасибо также администратору Ольге. Она тоже переживала, была в теме. В общем, ребята, вы молодцы.